Насколько эффективно, на ваш взгляд, работает полиция? Ну, естественно. Мнения же у людей разные всегда. Есть, которые недовольны, есть, которые довольны. Это всегда так. Моё мнение такое, что они стараются всё время побольше денежек взять. Мы сейчас практически мало знаем о нашем кодексе правонарушений. И они всю дорогу пытаются нас наказать за то, что мы там пересекли сплошную линию. Насколько эффективно, на ваш взгляд, они работают? На ноль. Ну, если бы можно было минус сказать, я бы сказал минус. А с чем это связано? Да они вообще не работают. Я бывший сотрудник полиции и милиции. Я могу прямо сказать, не работают вообще. Прежде всего, это начинается с безграмотности. Сотрудник полиции, который не может писать даже слово «аккумулятор». Ну, это вот и примеры, и жизнь, я вам сразу говорю. И просто не может элементарно, грамотно формировать дела. Так уж вышло, что у части населения нарекания к работе представителей этой профессии будут всегда, независимо от оперативности и качества реагирования на обращения. Впрочем, каковы бы ни были кредит доверия к стражам порядка или негатив от их возможного бездействия, именно к полицейским люди чаще всего пойдут за помощью в экстренной ситуации. И чтобы это взаимодействие всё-таки приносило результат, крайне необходим гражданский контроль, причём на регулярной основе. Для членов общественного совета при региональном управлении МВД это, разумеется, не первый мониторинг работы стражей порядка. Такие визиты по различным подразделениям правоохранительных органов проводятся периодически. Информацию, которую мы здесь получим, мы предоставляем руководителю территориального органа. И он на основе её принимает решение, где можно улучшить эти показатели. Если не надлежащим образом исполняли обязанности какие-то сотрудники меры административного воздействия, ну и так далее. То есть на этой основе руководитель территориального органа принимает административные решения. Один из важнейших показателей – степень доступности городского отдела полиции для различных категорий граждан. Скажем так, быстро добраться сюда, на южную окраину Черкесска, не получится. Сперва придётся покинуть город. Да и общественный транспорт даже мимо не проезжает. Остаётся лишь один вариант – на частном авто. Далее пропускной пункт. С каким полицейским приятно общаться? Правильно, с тем, кто вежлив в разговоре, кто готов подсказать, куда следует обратиться по тому или иному вопросу. Далее представителям общественного совета предстояло проверить, есть ли рядом с дежурной частью городского отдела специальное место, где люди могут написать заявление, жалобу, обращение. На стендах должны быть все образцы заполнения документов. Это помещение можно назвать глазами и в какой-то степени мотором всего отдела. Камеры видеофиксации «Безопасный город» позволяют мониторить в круглосуточном режиме, происходящее на улицах Черкесска. Если возникает необходимость вмешательства полицейских в конфликтную ситуацию, пресечь правонарушение или раскрыть его по горячим следам, система поможет определить верное направление поисков. А здесь находятся те, кто по решению суда признан виновным в совершении административного правонарушения. Члены общественного совета пообщались с некоторыми из временных постояльцев, узнали их мнение об условиях содержания. Кто-то попадает сюда за систематическую неуплату алиментов, иные успели полихачить на дорогах Черкесска после употребления алкоголя. Впрочем, по мнению общественников, меры воздействия вряд ли помогут этим людям кардинально изменить свое мировоззрение. Вполне возможно, кто-то опять посетит изолятор временного содержания. Самое главное, вы сами осознаете, не будете этого просто делать. Пожалуйста, думайте, прежде всего, если даже у вас нет детей, у вас есть близкие, которым неприятно влечить то, что вы делаете. Но это все мнение тех, кто и рад бы не общаться с полицейскими, но в силу обстоятельств оказался в городском отделе. Поэтому следующим пунктом проверки стал отдел миграционной службы. На момент нашего приезда в зале было немало посетителей. Вас устраивает, как вас вообще обслуживают они? Ну, сложно сказать. Я сижу уже, наверное, час, жду. Час? И вас не приглашают? Ну, пока нет, очередь. Очередь такая, да? Да. Вы брали, вы записывались? А до этого по госуслугам записывались? Да. И почему вас не приглашают? Ну, меня приглашали на другое число, но поскольку я проживаю в другом регионе. То есть, все-таки причина в вас, да? Ну, наверное, да. Вовсе не обязательно, чтобы работа сотрудников МВД нравилась всем и каждому. Главное, чтобы у людей было понимание. Полицейские сделали все возможное, чтобы в рамках закона оказать помощь тем, кому она действительно необходима. Так, имеются пожелания, чтобы к опорным пунктам полиции прикрепили специалистов по делам несовершеннолетних. Все-таки их пребывание в отделе на окраине Черкеска видится менее значимым, чем в микрорайонах, где проживает большое количество подопечных этих воспитателей в форме сотрудников полиции. Собственно, роль общественников в том и состоит, чтобы в случае необходимости подсказать правоохранительным органам, в чем им предстоит улучшить не только показатели деятельности, которые зачастую весьма неплохие, но и само взаимодействие с населением. Артур Махцин, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Артур Махцин, Андрей Дорошенко.